здравствуйте дорогие мои друзья каждый день в москве происходят драки я бы сказал даже побоище со стрельбовой и понавжовщиной не просто там на эти происшествия кто-то друг другу морду набил а группа людей схватывается с другой часто эти люди ну не совсем так сказать местные либо приезжие вообще иностранцы граждане других государств либо приезжий ну из может быть сказать южных областей нашей страны происходят эти схватки да и при этом ну как бы люди слышат выстрелы слышат крики то есть это не это не пять минут друг другу сунули по морде и разошлись нет это происходит там по полчаса друг другу мутузит там бьют себя машина дубинами ножами позавчера на улице покровка массовая драка кого-то там задержали приехала милиция уст полиция полиция успела задержать кого-то там хулиганство ножи отняли там штрафы ладно по хвостам значит вчера рядом с метро пролетарская тоже друзья мои не не окраина москвы явно пределы так сказать садового кольца и тоже там произошла массовая драка со стрельбой тоже приезжие стреляли били друг друга десятки человек люди из домов до вызывают вызывают полицию полиция не успела все успели разъехаться постреляли побили каких-то там следы крови замечательно на друзья мои я понимаю я понимаю друзья что ну преступность это преступность но как сказал глеб жеглов уровень правоохранительных органов определяется по умению пресекать такие такие происшествия как я понимаю наша московская полиция пресекать это не умеет потому что на протяжении уже там ну года точно это происходит ну каждую неделю уже точно каждую неделю обязательно где-то в москве или области массовая драка часто жертвами с ранеными убитыми вот как как это воспринимать жителям мирно спокойным жителям что происходит почему банды приезжих лупцуют друг друга а вы понимаете что они и местных жителей лупцуют сколько этих преступлений происходит сколько их происходит друзья мои а вы еще приглашаете еще там сорок семь тысяч правонарушителей зачем зачем вы кто такие вот кто ты такой хочется сказать знаете вот по-южному кто ты такой давай до свидания хочется сказать начальнику московской полиции если ты не можешь предотвратить это если у тебя нету сил нету таких детективов разведчиков чтобы там понять где в каких там диаспорах их что и приструнить этих людей ты чё там сидишь то в унитаз золотой какаешь вот для чего ты там сидишь для чего ты генеральские погоны носишь для того чтобы каждый день мы знали что полиция нихрена не делает кого-то вам вы там нанимаете вот есть там люди нормальные или или все они где-то там совершают какие-то действия борется за 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 страну а здесь кто за нас кто будет кто будет защищать ладно не мужчин детей женщин кто будет защищать кто кто вы такие кто вы такие вы там на это на лимузинах только кататься чего почему это почему этого человека пенда ли ему не дают вот в питерской полиции да там каких-то генералов замели московские лучше где там этот колокольцев где его тройка с бубенцами где его бубенцы звенят по каким дорогам тройка русь хотя к руси этот этот человек этот толстопус не имеет никакого знаю никакого отношения почему почему этот вопрос никто не задает вот этим в госдуме что они там делают почему в москве каждый каждый вот уже каждый день происходит эти события вот эти вопросы вы себе задаете смотря в зеркало что вы не профессионалы а вы идиоты мерзавцы которые только заботятся о своем своим машине и о своем сзади чтобы действительно там на этом как вы на золотом унитазе наверно прохладника еще с подогревом сидеть ну друзья мои вопросы без ответа я уже каждый раз вот знаете вот говорю это и смотрю думаю чё же вот это важные такие морды у вас ну чушь вы такие важные чушь вы такие вонючие вонь через экран достигает людей надо защищать вот когда вы эти погоны еще лейтенантские получали вы чё там какую клятву то говорить что вы говорили служить и защищать по моему там нету таких слов да вы наверно клялись что хапать и набирать и попу греть вот это да это это вы выполняете идеально пока